Продолжение следует... А теперь говорить, если мы будем о холодном роде, то мы будем касаться как раз вот этого направления, где оно использует только мускульную силу человека. То есть первые часы наших занятий были посвящены как раз тому, как при помощи мышц и света выполнялась какая-то работа. То есть растягиваются в этом мышце, сокращаются они, при помощи сухожилий присоединяются к костям, что обеспечивает нам какой-то рычаг, позволяющий получить какую-то силу. А от такого еще рычага первого, второго и третьего рода, мы получаем ту работу, которая дает возможность вам выполнить. Так вот, значит, что мы должны на сегодняшнем занятии с вами посмотреть? Значит, руку вы знаете, кости свои в скелете знания, сколько костей человечество имеет. Вот вы должны крайне хорошо считаются 220 костей, а приблизительно говорить не надо. 148 каких у нас подвижных костей, да? И еще ничего, потому что в этой степени в активности имеется в каждом среде дни. Это вы проходили, я не хочу повторять. Я восстанавливаю то, чтобы можно было увидеть, что вы используете как поступательное движение. Откуда вы силу берете? Силу, вот заводаемую к тому и другому участку, или к броске, к ударе, вы выбираете за счет расслабления мышцы, или ее растяжения, и потом быстрого сокращения. Так вот, это состояние позволяет нам набрать ту силу, ту мощь, которая будет использоваться. И по временному плану, она будет как-то сильнее. Но когда мы еще к этому, ко всему, то, что вы рассматриваете по физиологии и патологии, вы должны еще посмотреть науку эффектования. А что такое эффектования? Ну, прежде всего, это наука. Вот мы говорим, мы говорим, но мы говорим. А раз она наука, то позволяющая нам увидеть как раз то, что мы захотели в физиологии, патологии, физике, дыхании использовать для того, чтобы мы могли эффективно как защищаться, так и нападать. И вот ради чего мы все выведем предметы, плакаты, представляем даже движение по моему использованию картинки, представляем, как он двигается, и почему человек не прыгает, почему человек садится, как он уравнивает скорость, и почему нам нужны вращательные, поступательные движения, почему нам нужно время, почему мы его где используем, и как оно помогает нам, и у людей. Продолжение следует...